Друзья, группу заанонсил, и это, конечно, обязательно нужно было сделать, спору нет, но не забывайте, что еще среди наших партнеров находится форум, на который вы можете заходить, оставлять свое мнение по поводу прошедших игр. А мнение у вас всегда есть, это приятно, этим прекрасная СНК-комьюнити, другой вопрос, что это мнение порой бывает несколько агрессивным, но дело ваше, я вас ничему не учу. Ну а вот аналитики тоже, в целом, никого, ничему не учат, но дают критическую оценку происходящему. И вот критически, если оценить, то складывается впечатление, что Virtus.pro, четырежды споткнувшись, поиграв с командой Na'Vi несколько раз, проиграв в команде Na'Vi, нашли ключ против них. Они провели вот эти драфты, и ничто не мешает им повторить точно такой же драфт, забанить персонажей одного игрока, персонажей второго игрока, и легко выиграть игру. Что делать команде Na'Vi в такой ситуации? Нужно их опять сломать. В прошлый раз они сломали Virtus.pro, и они чинились пару игр в этой игры 3-4. Сейчас они опять починились, нужно их опять сломать. Проблема в том, что Virtus.pro, наверное, сейчас уже серьезно подходит к Na'Vi, поскольку на попиком банам первой стадии, первой-второй, было видно, что они уже подготовились очень круто, и там реально не додолбаться. Тут уже выглядят Na'Vi как догоняющие. Нужно с этим что-то придумать. А что, я не знаю, потому что, ну, скажем так, объективно говоря, если вот так вот настроены, играют, они все просто сильнее. Андрей, может, у тебя есть идеи, что команде Na'Vi? Я хотел бы, в первую очередь, сказать свое видение всей ситуации. Давай. Начиная с вчерашнего дня. Получается, что сейчас как-нибудь такая. Virtus.pro вчера, думаю, значит, да, давайте, парни, сейчас мы быстренько, значит, сыграем, вот сегодня. Завтра все, послезавтра отдыхаем, там, значит, пойдем, не знаю, кальян покурим, отдохнем немного. Давайте быстренько. Потом что-то не получается. Ну, парни, ну, давайте, ну, немного, чуть-чуть, ну, пожалуйста. Нет, не получается. И сегодня думают, ладно, хорошо, нас загнали в тупик. У нас уже нет аутов, нам нужно играть все два дня. Значит, давайте только посерьезнее соберемся, все сыграем, все сделаем. Хорошо, вопросов нет, уже нам никак не избежать этих двух игровых дней. Поэтому они сейчас уже играют собрано, вернички, так сказать, свои. В полную ногу, Томич. Да, да, будут размеренно, спокойненько доводить игры до логического завершения. Что нужно Na'Vi? Я думаю, что у Na'Vi особо опций нет, кроме как играть их доту. Их пики, их дота. Virtus.pro, как показали нам в прошлый раз, они уже подумали немного. И баны, в общем, адаптировали под Na'Vi достаточно хорошо. Поэтому, что скажешь? Ну, вероятно, я бы на месте Na'Vi поменял Вивера на какого-то керри более подходящего кристаллайзу. А, в принципе, остальное, мне кажется, можно и не менять. Драфты уже на ваших экранах, дорогие друзья. И стоит сказать, что Virtus.pro начали их как будто бы еще лучше, чем на предыдущей карте. То есть они, по большому счету, опять же, избавились от Бэтрайдера и Никса, что они очень правильно сделали, по мнению аналитиков, и я с ними в этом согласен. Так еще и Кентавр убрали, а Кентавр это был, по сути, лучший персонаж. Они пускают в тул Энигму, потому что видели, наверное, вчерашние игры против Гамбит, в которых Na'Vi с треском просто проиграли с Энигмой и против Энигмы. И сейчас не ставят перед ними вот эту вилку. Потому что против Энигмы не проиграли сильно, с Энигмой тоже проиграли. Что им делать? Na'Vi берут имбу в Сент-Кинг с Эпицентром на квалах к Эпицентру. Ого. Да. Это сильно, кстати. Ну, на одном каламбуре ты все равно не уедешь далеко, в общем-то. Ну, сейчас вопрос по поводу Энигмы. Вот основные вопросы, я думаю, они будут над этим думать долго. Брать или не брать? Нет, не брать. Брать шару демона. Решили, что кака. Да. Ну, а Virtus.pro знает, что, в принципе, герой ценный. Ну, пока что, честно говоря, очень похоже на то, что у Na'Vi не очень-то надежный пик. Не, мы предрекали. Помнишь, в первой карте я говорил, что будет Shadow Demon, скорее всего, если забанят этих двух, это нормально. Вот. Но Сент-Кинг, это тоже новинка. Да. И, судя по всему, понимает, что Virtus.pro в хорошей форме, и если они будут играть в ту же размеренную игру с теми же героями, будет тяжело. Потому что сейчас мы увидим что-то новенькое. А новенькое это интересно. Обычно. Обычно, да. Либо быстро. А я не знаю, кстати, а может быть... Ну, ладно, нет, конечно, Техаса, наверное, Санейка не будет брать. Видимо, не думал об этом, не размышлял. Но Virtus.pro выглядит сильно очень. Так, я бы даже сказал, немного безидейно проиграли Na'Vi в прошлую игру. ВП показали... Интересно, а ВП могут поставить, допустим, вот эту дробочку в мид и взять нагу? Взять нагу для Рамзеса или для Нуна? Я подозреваю, что что угодно могут сделать. И, в общем-то, комбинация это неплохая достаточно. Однако это получается уже немного, мне кажется, не совсем стиль ВП, потому что и мидер, и керри достаточно пассивные. Нет, это полностью их стиль. Они часто играют супер пассивные. Ну, смотри, в прошлой игре ОД и Адровка. Два супер пассивных. Здесь то же самое. Ну, ОД все равно перетянулся вверх, там, помог убить вивера. А они помогают. Они играют на своей половине очень защитно и всегда помогают. То есть эти коры, они как бы спокойно приходят, защищают свою территорию. Вот. То есть они активно играют на своей половине защитно. Ну, еще и Нигма будет тоже пассивно. Не слишком ли это жадно против Санкинга уже имеющегося и Шаду Демона, который, в общем, довольно агрессивный ребятам? Санкинг и Шаду Демон пока что это не наказывают. То есть они как бы неплохие на линиях, но пока что они никак тебя не наказывают. То есть нету героев, которые накажут тебя за то, что добрались в твой лес или там снесли пушки и так далее. Это пока что слабенько. Если они потом появятся, да, то есть, к примеру, появится какой-то Лешрак. Вот. Вот это уже как бы страшно. Не знаю, Лешрак-Луна. Вот. Но пока этого нету. Убирает Драксира и Снайпера. Это два героя, которые неплохие против дровки. Остается там Нага, получается, и... Ну, Виверна, да, мы отмечали. Помнишь, я говорил, что Дезраптор Виверна? Виверна. Почему Виверна? Потому что герой, который забивает Блэкхол. То есть нужно и БКБ, и Линка. Да и Санейка только спасибо скажет за этот пик. Да, но в прошлый раз против Гамбита они драфтили примерно так же. И получилось плохо. При этом сейчас явного танка нету. То есть и Виверна, и Изратор, герой, который стоит сзади, Снкинг, это не совсем там супертанк-тройка. То есть он может, но... Немножко не то. И тут вопрос, что берут ВП. Ну, герой для Паши должен появляться. Наверное. Почему Вич-Доктор? Вич-Доктор это просто... Нежадная пятерка, которая... Просто хорошо стоит линию. То есть это просто герой, скажем так. Просто Вич-Доктор, чтобы увидеть следующий пик. И они уделили Темпларку, и теперь нужно как-то на нее отвечать. При этом Темпларка будет стоять против героя, у которого будут ауры дровки. И саппорты... В принципе, Зайз активно играет на Шадоу Демоне. Но это, конечно, не самый сильный убийца по Темпларку, если так задуматься. Ну, вообще, у Нави, в принципе, пика выглядит очень опасно. Есть подозрения. То есть в их интересах с таким драфтом навязывать какую-то агрессию, правильно? Я думаю, да. Проблема пика Нави в том, что нет у фронтлайнера хорошего. То есть до всех героев все добираются и начинают бить, и у них начинается глобальная паника какая-то. Еще, мне кажется, есть одна активная проблема, что есть Темпларка, показанная уже, а у ВП нет мидера. И они сейчас могут в целом матчап на миде в свою пользу поставить. И это будет... Это тяжело, это тяжело. Сейчас Темпларка вот так вот открывается. Сейчас нету героев, которые ее прям суперкруто закрывают. А те, которые есть, они просто не вместе, не берутся и потом актуальность свою теряют. Я слышал мнение от Sunlight, что нынче существует заблуждение о том, что Viper против Темпларки на центре стоит. И Sunlight сказал, что это не так. Вы согласны с ним? Она перебивает Viper. Даже так? Да, конечно. Но Viper перебивает. Я в этой области центрального коридора не эксперт, но могу сказать, что как минимум один и другой могут идти в лес. Поэтому это 50 на 50. В общем, что я могу точно сказать, теперь уже лейт почти 90% за Virtus.pro, и Na'Vi нужен герой, который будет скрывать вышки. Ну да, слона-то не приметили, можно сказать. Иначе, если они не смогут, скажем так, навязывать свою инициативу за 20-30 минут, они просто проиграют экономически очень быстро. То есть нужен герой, который будет ломать вышки, герой кристаллайза. При этом уже есть Enigma, которая тебя будет обдирать. Либо герой, который пойдет с тобой в агрессию против дровки. Тоже интересно, потому что SimKing против Enigma плюс одного должен стоять классно. Должен стоять классно, пришел в песок, закопался, все идолоны умерли, Крепов там увел на нейтралов, туда-сюда. Линию пушишь, а Enigma очень не любит, когда на нее линию давят. И Эдолонов способны убить. То есть лучшая идея для Na'Vi сейчас это идти втроем в атаку. А SimKing оставлять против Enigma. И плюс одного. Пларка в миде. Герой, который в трипле силен. Против дровки. Ничь доктора. Которым играет Na'Vi. Сложно. Сложно. Ну, допустим, я не знаю, Луна. Луна против Марфа как. Мне кажется, не очень, честно говоря. Вообще подстанчик, если нас на Аганима, он же там лопнет за секунду. Ну, в теории это любой лопнет. Причем Луна шаду демоном. Короче, Луна мне здесь понравилась. Луна шаду демоном. Это, между прочим, да, это старые те самые. Вот, можно пойти в триплу и можно как бы нарастить свой темп. Хотя, с другой стороны, по-моему, здесь Луна против дровки. Ну, слишком есть, сложно будет. Пангольер. Еще жаднюга появляется. Ван БХ, обратите внимание, интересно. Просто жадины. Причем, кстати, Пангольером против Виверны я очень люблю играть, если что. Не любишь? Да, там суть в том, что, знаешь, есть дизейблы, которые Пангольера дизейблят в шарике. Типа ультбейна, ультбейсмастер, ты стоишь на месте. А во время ульта Виверны тебя убить могут. То есть это дизейблы, которые тебя останавливают, и при этом тебя могут как бы застрелить, а под аурой дровки тебя застреливают очень легко. Вот Морф, под дровкой ульты Виверны просто ваншотнят тебя. Один. Потому что здесь этот пик мне не супер нравится. Я просто играл и знаю. Да. Ну и кристаллайз. Ну, лейт они точно не выиграют, им нужно давить. Мы против Морфа во время мажора периодически вспоминали Фантом Лансера. Как вам он тут? Фантом Лансер, Теплар, Кастинг Кинг как-то слишком жадно. Слишком жадно, мне кажется, тут достаточно. Блин, Панголер очень хорош против Паэла. Он тут плохо. Да и в принципе, как-то, не знаю, у меня складывается впечатление, что против дровки такие супер лейт герои не очень работают. Спектра. Ну, Спектра, это вот есть два героя против дровки. Три героя, которые считаются сильными. Это Спектра, Нага и Снайпер. Ну, тут могу сказать, что раз на раз не приходится, потому что помню как раз те игры, когда Спектра против дровки, ну, не показывал. Мне кажется, очень слабо. При этом я очень много раз видел, когда, как стоит на линии Панголер против Спектры, как он там кащается, берет там без топога бухг средь Жавелина, начинает эту Спектру пробивать. И вообще, в целом, комбинация темпларки и Спектры, это очень слабо. Что скажете вообще под дровки? Я за ВП точно здесь. Да, да, к сожалению. Как бы я не любил Спектру, как бы я не любил Нави, но мне кажется... Не знаю, чем это было вызвано, друзья, но ваша вера в команду Virtus.pro пошатнулась аж на 8%, хотя, казалось бы, все достаточно уверенно произошло на первой карте. Посмотрим, как сложится сейчас. Не забывайте, что официальный партнер трансляции Epicenter — это Twitch, а комментаторы у нас все те же прекрасные господа, которые будут сопровождать вас по ходу этой игры. Да, интересная будет у нас игра. Аналитики сошлись во мнении о том, что Virtus.pro выиграли драфт, и как бы Нави сейчас... Ну, скажем так, я как комментатор хочу, чтобы они сделали эту игру максимально интересной, потому что первая у нас получилась такая разминочная, скажем так, во всяком случае для нас. Особых моментов не было, драки все выигрывали в ВП. Опять же, начиная с того момента, как Заяц на Думе улетел в мидс, это был прям такой, ну, для меня знаковый момент. После этого у Нави игра посыпалась. Ну, я вообще удивлен, что Натус Винсор решили отдать инициативу после пика Templar Assassin. Я удивлен, что они взяли хомяка, они идут, ты посмотри, они идут. Наконец-то мы это видим. В общем, я удивлен, что они решили взять хомяка, который, естественно, должен будет нафармить, которому нужно будет очень много времени, чтобы раскрыться, и против ВП этого делать вообще нельзя, потому что они берут Рошана, 4 баунтируны, Рошана, 4 баунтируны и потом заходят на ХГ. Да, они максимально кого-то наказывают. Но кто не понял, о чем это Дима говорит, когда героев показывают этот стартовый экран, они в большинстве случаев стоят на месте. Но иногда они почему-то идут. Да, мне вот интересно, почему они идут, даже круто. Ну, просто на рандоме там, один раз идут. Но когда они идут, они смотрятся поярче. Нави на этот раз будут защищать сторону света. Virtus.pro за тьму. Да, драфт ВП, конечно, мне очень нравится. Вот этот пангольер, который здесь смотрится здорово. Я бы сказал, что, несмотря на ульт Винтер Виверне, если его в этом шаре не убивают, то он может покатиться дальше, потому что, опять же, ульт Пангольера длится значительно дольше, чем Винтер Виверне. Здесь существует с одной целью, чтобы звать двух холл Энигмы, поскольку контроля он на то с Винтер слишком мало. Да. Такого прям хорошего. И... У них три спала. Энигма слишком сильна против подобного. У них Disruption есть. У них есть Barrow Strikes and King'а, но это все не работает в Black King Bar, и только Винтер Скёрс. При этом Disruption Shadow Demon хочется кидать на иллюзии. Например, на иллюзии Марфа, на иллюзии Дровки, на иллюзии Спектры, а никак не делать из них иллюзии Нимы. Ну, а Астон Кинг, он частенько сидит в кустиках, и обычно он ждет того момента, чтобы ворваться с эпицентра. Ну, посмотрим, как Na'Vi все это исполнил. Dota такая игра, где выиграть можно любым драфтом практически, хотя сделать это против ВП будет тяжело, тем более они, по-моему, набрали свою форму. Мы видим закуп Кристаллайза, он собирается через ПТ сразу в мидасик. В мидасик уходить, жадненько. Ну, посмотрим, может быть, передумает, может быть, оставит. Опять нам показывают верхнюю линию. Здесь Заяц и Близзи. Киргизская двоечка. Та самая агрессивная. Та самая, да. Близзи на клешне. Вот знаешь, уже не в первый раз мы видим этого Сен Кинга на третьей позиции. И как же Сен Кингу хочется, чтобы был еще какой-то инициатор, потому что ему нужно раскастовать эпицентр. Ну, начинается бодро. У дровки при этом не так много урона, и не так просто будет добивать подвышкой. Так, Сан Эйдж. Охотился за Курьером. Курьера нет. Улетает вниз помогать против Пангольера стоять. Ноуан в миде на Морфе против Мэджикл на Темпларке. Интересно, кто выиграет этот матчап. На мой взгляд, для Темпларки матчап неплох. Ой, как сильно пробили Пашу, слушай тут. Но у Морфа есть такой маленький бонус в виде Торренджера. Ну, пока маленький. Со временем дровка будет давать все больше. Ну, у Темпларки есть рефракшн. Темпларка всего одного крипа добила, но зато что из-за Денайла. Это, кстати, здорово по уровню ей дает большое время. Ну, у Морфа 0.1. Я думаю, Темпларка довольна. Да. Темпларка от этого. Что там у Дроу Рейнджера? Дроу Рейнджер 4.1. Неплохо Рамзес подобивал, но при этом Стэн Кинг здорово просадил их. И мы видим Стэн Три стоит, который не так просто найти. И вот здесь вот Нави необходимо, точнее, ВП необходимо привести себе. По-моему, Мэджикл еще бы один удар сделал и мог убить Ноуана. Но решил, что и так круто разменялся. С него хватит. Клешня продолжает здесь терроризировать даблу героя ВВП. Слушай, он один против двоих справляется. Соло взял Реген для того, чтобы хоть как-то против Сэншторма бороться. Заяц тут стаки делает. Ну, он отхилился. Но по крипам пока все очень плохо у него. 4.10. Реген. Но Реген уже после того, как он фласку использовал, Реген вообще ничего не восстанавливает. Ему бы иллюзии или ДД сейчас найти. Было бы очень неплохо. При этом у Паши на нижней линии 5.0. У Спектры 12.8. Ничего себе, крепстат. Слушай, хороший старт у Na'Vi опять, как в прошлой игре. Ну да, это когда Нигма уходит в леса, то там есть два варианта. Первый – это прийти триплой сложенную, например, по кулдауну убивать Дро Рейнджер. Вот, так сказать, наказать жадность. А есть еще вариант номер 2. Опасно. Опасно. По-моему, обсервер упала в обморок. Старается камеру вернуть. Вернись, нет. Она идет вниз. Освободите камеру. Камера падает. Камера падает. Да, такое бывает. Рамзес, ковременем, забирает Зайца сверху. За этим мы смогли посмотреть, но Зайц из таверны вернулся с того света за Рамзесом. Забрал его, но это шадоу демон на его стак. Хороший размен саппорта на кэри. И при этом самое главное случилось на миде. Ну, мы краешком это успели зацепить. И увидели, что просто пробил сейчас очень здорово своего оппонента Мэджикл. Слушай, но у Сула фраг это... Лишь как бодренько для Templar Асайца. Учитывая то, что у Морфа в миде все и так очень плохо по крестату. Он не очень скоро принесет там себе какие-то рейсбенды. Она будет дальше его перетычковывать. И пока ядам просто солит этот лейн. Все делает качественно. Да. Так, Паша находит Санейк или Санейк находит Пашу? Ну, крипов нет, поэтому Сплинтер Бласт не в кого выкинуть. Но что-то для Паши все равно не радостно. В общем, вариант номер два просто отвечает больше жадностью. Пока Энигма фармит лес. Спектра отлично фармит на линии. Имеет огромнейший крипстат. И за счет этого она неплохо набирает в темпе. Единственный вопрос, кто будет бороться с Доминатором? Какой герой сможет остановить Сноубол и Энигмы с Идалонами? Это загадка. Так, тут наунчик пошел Харасит. Харасит весьма неплохо. У него имеется нюх, но вот он сейчас на грани. Там тем временем Заяц оформляет фраг на соло. А это Заяц, он солит. Да, очень интересно, как так вышло. Тысяча преимуществ за Нави. Центральная линия 21-14 на... Господи, где там морф? 6-2 у морфа крипстаты. При этом он отдал один фраг. Мэджикл сбивает Кларити. У Мэджикл сейчас будет фласка. Морф на хосте. Надо использовать фласку, и все будет здорово. Все равно Нууан за эту пачку не догонит по крипстату. Ну и Мэджикл спокойно продолжит. 27-11 у Кристаллайз, очень бодрый старт. Очень бодрый старт. И вот то, о чем говорил Фобос, это вообще не работает, если такое различие в крипстате будет. Ну, я бы сказал, что да. Сейчас Кристаллайз думает, покупать ли ему там какой-то пауэртрид, чтобы на статах бороться против Энигмы и против Панголира, или же он купит быстрый мидос, и этим мидос ему бит крип из Доминатора. А, кстати, тоже как вариант. Это вот неплохой вариант, если вдруг Энигма пойдет сразу, вот к этому моменту было бы здорово прикупить минус паша восполняет ботал отпевается с баунтирун но при этом сверху за это просто развал да тут 9 2 на 27 17 и морфу все сложнее потому что там пларки все больше шмоток появляется он еще и вынужден уйти с линии чтобы отпить шрайн в этот момент там пларка спокойно зафармит всю пачку при этом морф как мы знаем не самый быстрый фармер а там пларка может уйти на эншентов потом при этом у него еще так понимаю было колечко от энигмы которая она ему дала чтобы он лучше стоял и даже с этим колечком там пларка его раздела я вот кстати не обратил внимание у него было колечко или у пангольера у морфинга у морфинга было да да но вот в таком случае magical просто браво 2 700 кристалла из 2 400 magical близи также идет великолепно закидывает сказки но они ни в кого не отлетают соло лишается половины хитпоинтов при этом еще есть скрипы которые танкуют и заяц вообще не теряет хп очень жадный он мог спокойно забрать в д вместо того побежал за дровкой дровку он так и не нашел по прежнему стоит поистину он не 6 уровня интересно будет ли качать эпицентр на эпицентре на эпицентре ты должен качать эпицентр у нас просто были ситуации когда сын кинги не качали были когда качали ну не качаешь более жадный билд там сильнее на линии но опасно для кристаллайзе сейчас кристаллайзе нужно спасать и верно здесь но виверна не может помочь кристаллайзе погибает хороший выход от роджера в общем и даст был что-то проюзан но как мы видим не хватает ему статов не хватает ему там сапога и всего остального и кристаллайзе наказали за его жадность настолько плохая ситуация у героев на линиях у в п что у них энигма лесной и топ-1 нетверс а на самом деле в лесу за энигму много не нафармишь это жизненно и особенно это касается экспириенсы но сейчас сделали фраг немножко хотя бы подровняли ситуацию это хоть что-то у и верно очень маленький нетверс и санэйка забирают в очередной раз да здесь крип вот этот урсайд бегает участка играет минус минус тем что как бы он куда он имеет большая у доминатора куда он а как он спокойно очень погибая и приходит санкинку санкинга не там ману нажимает на станшторм это спокойно отойдут и вот сейчас минус однозначно играет минус то есть вот допустим купил себе какой-то power 3 он бы возможно и тогда бы выжил сейчас возможно бы имел больше шансов на спасение а по итогу все приходит к сноуболу где энигма давит и не прощает причем есть такой легкий гайд бежать против пангольера к вот этой стенке это очень плохое решение потому что он может несколько раз оттолкнуться что и произошло нужно бежать наоборот как можно дальше от любого препятствия но здесь по моему куда не беги спектра все равно погибала пангольер бы находил слишком много урона в итоге санкинг перетягивается вниз ничего сделать не успел при этом дровка задышала полной грудью сверху спектрю нужно будет возвращаться также на нижнюю линию хотя мы видим что пока что кристаллайс уходит в лес я думаю он не вернется поскольку санкинг уже занял эту линию санкинг он чуть далеко стягивается наверх и скорее всего спектрада что уровень точно будет стоять в лесу и ждать момента что то есть да теперь нужен момент стоит санкинга интересно что возьмет и инигма идет ищет 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 свою цель про бтв спектру найдет и она может реально до кристалла здесь и битый стоит дан кентавра хорошо замедлил роджера но роджер может давать час ману не волк полман это проблема сплинтер бласт кидается кентавра роджер пытается сделать тп у санэйка нет что уровня на миде magical против нового на magical явно передамагивает нунчика нужно поаккуратнее быть сейчас еще пару пси-блейдов на и морф вынужден отступать выходит кентавр пугает magical magical не особо боится вот в идеале для вопа еще и magical забрать и у них все станет максимально круто да в идеале с тобой просто ними взять пару clarity чтобы она могла и дончиков сделать когда найдет спектру в лесу и black hole чик дать тогда вообще будет идеально и пока мне не будет аркан тапок это наверное лучшее что можно приобрести за малые деньги как все рамзес ушел в лес и как мы знаем дровка в лесу ну вы видите три стрелы минус ancient когда и нигме уже лес не нужен они будут спокойно отправляться вниз можете на центр можете на легкую линию она спокойно давит любую линию и стягивает на то свинта чтобы те приходили защищались а дровка фармливает лес дровку уже фарме не оставить ларк тоже будет быстро фармить из приятных новостей для нави стаки magical довольно легко их должен забрать главное убить вот этого крипа но получил дебаф и тем не менее расправляется там никто не мешает 10 секунд до баунтирун здесь заберут virtus pro 2 вряд ли кто-то помешает и вот вопрос что будет сверху там заяц выходит энигмы но не успевает на заяц отрабатывает ну и санейка забрал одну 22 по баунтируном в этой игре получше по баунтируном пока у нави но в общем ситуация равная и такое ощущение что пик вп вот сейчас как раз наберет ту силу когда они смогут пойти давить опять же энигмы с доминатором очень сильный юнит пангольер сейчас невероятно опасен самое страшное это и долончики под ауры дровки они когда размножаются их 6 штук дровку врубает ауру они разваливают а еще страшнее когда они берут талант и долончиков они просто убивают вообще все уже все живое вокруг вот но при этом но при этом в лейте перспективы на то свинфор неплохие за счет спектры которая может и дровку заковырять и не будет пришать хорошенько ворваться так что нато свинфор просто терпеть очень долго минут 20 или даже 30 как минимум вся инициатива за вп в этом матче вп очень хорошо распоряжаются инициативой обычно вот из хороших героев magical конечно да мы же который работал на систему очень много он прям взял слишком хороший старт за счет того что он взял слишком хороший старт он продолжает стягивать некоторых саппортов на центр продолжает терроризировать морфлинга и нунчику на самом деле ну сложновато мы видим что нунчика 3300 у magical 5000 да у нуна вот я бы сказал что из-за того что у нуна из-за того что мы джекала хороший старт у нуна очень плохой старт и морфу сейчас сложно подняться это не дровка которая в лесах может на фармить это морф и еще его преследует тем временем пангольер пытается покатиться но отличная игра сейчас от зайца пытаются взорвать нет стики пангольер выживает на очень маленьком количестве здоровья буквально чуть-чуть не хватило может быть стоило использовать хватило кристаллайз забирает фраг и тут же уходит на хаунте обратно нормас нормас идеально получил фраг для спектра просто идеально немножко с запозданием правда было использовано там на самом деле пангольер мог как-то и отхилится быть у него фласка но фласки не было кристаллайз забирает фраг поднимается в топ-2 панетворцу опять он наверху этой таблицы на самом деле сейчас страшно потому что как фарма и нигма это здорово и нигма довольно таки много набирают этот фарм нужно обязательно реализовывать скрипс доминатора имеется еще ни одной вышки вертуса не снесли а вот на ту свинцу просто эту в наглую и бомбят первую вышку сверху покатился пангольер но я нашел 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 где можно оттолкнуться и большую проблему magical но shadow demon подходит тут как тут и нигма энигма малифай закатывается морг magical dog погибнуть но избра также и нигму и иллюзии неплохо наточковали размен один в один еще не станчик будет пять таков ой как больно но вану но ван такое ощущение что подбайчивает забрали также санейка здесь но размен однозначно в пользу в п они динают вышку они забирают двух героев один из которых шел в топе по нетворцу и мы понимаем что вернее не хватает шестого очень сильно на 13 минуте он до сих пор 5 на причем ну где-то срочно нужно получить я не знаю даже может кристаллайз попросить подвинуться просто ульт в верной сейчас это то самое оружие которое может остановить героев в п которые набегают как заяц забирает парового компов заяц при этом восьмой вы посмотрите какая разница между суппортами заяц восьмой санейка пятый на шаду демон очень приятно фармит лес так настакал себе зафармил и резко появляются деньги заяц красавчик у него конечно с экспой все в порядке он на уровне энигма идет у них так придадумываться у них на спаме столько сплинтер бласт интер верны но в интер верны очень маленького уровня и вот потенциально еще шаду демон может отспамливать ядом четвертого уровня неплохо издалека санкинг может свой песок может дам там смотри может тыкнуть и он должен набегать а вот в интер верны и шаду демона прямо издалека делают их очень сложно подступить мистер пятый вот причем я-то очень сильный то есть я там там настакивается 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 там падают все крипы если не дай бог где-то ошибаются герои сразу же копается ска прыгать спектра минус один поэтому вот в лоб шаду демона пропушить проблематично как тут обойти спину и пангалер закатиться было бы идеально дима тут разрушает студию но самое интересное еще впереди в этой игре когда мы будем разрушать студию с криками ура третья карта я надеюсь я надеюсь что будет три карты потому что у меня такое ощущение что какое-то проклятие последние все игры в одну калитку заканчивается причем этот же матч navi против virtus pro вчера у лекса с форсом был как пьере камбэков ну да здесь здесь прям вот надо будет хорошенько выводить этот винсер поскольку пешки могут ошибаться там два раза может быть три их база быстро не падают если ошибаются на то свинсер если там выживает дровка выживает морфу выживает и нигма то база на то свинсер падает моментальности то есть им придется минут 20 играть две статических нападение пангальер пытается что-то сделать вэйл на пангальера сенкинг очень опрометчиво ворвался пангальер прыгнул не туда сейчас должны грибцов забрать пангальер врывается успел повесить сайланс хорошие каски очень хорошие каски на продолжение нет просто баунти руны забирают в этот раз три штуки зараза мангарист про до развлекают ребят продолжают защищать свою территорию на то свинсер еще было бы неплохо поставить максимальное количество вардов иметь побольше центре чтобы сенкинга нельзя было найти саншторме что у нас мог пошли у спектра можно не идти до все кулдауны есть кроме у тиммейта шаду демона сейчас паша мог понять что спектр да он понял что понял а минус курьер дайер все поняли ну в принципе ганг уже удался минус курьер это много денег правда но у ванчика морфу очень трудно рекомернуться у него на линии было тяжело детство сейчас убили курьера вот убили там шарик был да у него да был вроде шарик шарик он принес но по этот курьер обратно летел но у него сейчас в инвентаре помню что нет если у гранта морфа дал то есть вы его не приняли в курьере все правильно все правильно ты еще долгое время еще долгое время но не принесет и морф без потов страдает суши да прям ну ванна задушили но задушить одного игрока это не значит задушить всю команду рамзеса дела наладились у него хороший network пангольер и нигма почувствовать себя тоже неплохо вот тут можно драться в пятером тут на самом деле хорошие шансы на тут свинцер на весь идут рошана что жадно очень жадно рошен 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 а дезолятор дезолятор есть да да дезолятор есть рошан падает очень быстро и еще есть таки шадоу демона слушай они заберут и размен фир 2 на рошана в такой ситуации это неплохо сранейка проседает правда получился такой идеальный тайминг если понятно зачем же винтер верн то пошла на защиту если уже было видно что здесь никого нет и это шанс прямо сейчас в п снести третью вышку на айвэк решили не рисковать ну размен т2 на аегис учитывая что если сейчас нави не забрали аегис аегис бы забрали в п и потом пошли бы пушить с аегисом сами по моему это не так плохо байбэк и верный неприятно но я думаю что там не так много завернули да и в верну и байбэк ее в подарок в общем такая была мини акция от натус инсорс возможно с анейка ждал что кто-то полетит делать тп с анейка еще ничего не добил сон и вообще ничего не добил ты видишь в наторс или что байбэк от этой игре больше не хочет он был бы рад собрать себе хочет учитывать что и нигму блоки не баре останавливает только он и у него нет вот ниже тысячи ну пора мне кажется зайцу взяться за покупку каких-то саппорт артефактов тем более он так фармит он забирает кучу крипов кучу компов постоянно своим ядом там типа я хорош у героя пангольера убиваем пангольера сам накидал на пачку и взорвал ребята я пушевую линию вы ничего не понимаете и в итоге одной линии нет потом другую не ребят я здесь ли не отпущу и кор таки стоят и думаю так где крипы отпушил отпушил еще одну пачку да сонейка не отпушил но теперь он умер после байбэка и следующий раз когда он умрет у него не будет такого большого таймера как тебе такой плюс а теперь еще плюс он долго сидит таверне и он так я бы если умрет еще раз много медленнее да я много позже об этом мэджик находит мистера стола и убивает его хороший фраг соло отвечает в общем капитаны у нас ну не капитаны а пятерки капитан то уже рамзе хотя для меня всегда солочь ну и спикера и капитан так заяц заяц в смоках ищет кого-то пангольера ищет будет ли у спектр или просто интересный пангольер ли морф кого но морфа морфа сейчас попробую он он успел включить перекачку ну боже боже мой то ли он отменил он за долю секунды до врыва близи включил перекачку но по моему потом выключил и шикарный фраг получился для близи а фраг забрал при этом кристалла из да то есть близи сделал всю работу фраг отдали спектре это хорошо да еще и со стриком посмотри получил 4 4 4 за килл за стрик из четырех фрагов на четвертом герой по network но вообще какая-то печалька для виртусов то есть вообще я думаю все ожидали что этим пиком они будут давить даже наши аналитики подмечали что скорее всего натус винсер нужно будет идти изо всех сил ломать вышки но пока мы видим что натус винсер ломает героя при этом у них еще сохраняется неплохой лейт виде спектры которая там довольно таки хорошая против дровки и против инигмы и сейчас вы просто могут собраться солодь сейчас продавил своим лицом пятку что демпла рассасин или клинок и и при этом круто то что навис тягивает какой вард навис тягивает в пешек в пешке сейчас все сидят в обороне а спектра фармит на кого пангольера ой как больно очень больно спектра хаунд забирает кристалла из очень много урона но он вынужден отступать каунт на роджера и роджеру нельзя ничего давать потому что роджер разворачивается под салон шикарно попадает ну а где спектр то а спектр и нет спектр успел куда-то уйти кристалла из вот и он винтерскерс винтерскерс хороший по рамзесу в блокинг баре отличные каски от соло есть вард благодаря которому мэджикала можно забрать мэджикал рефракшн в последний момент мэджикал живет на каких-то лоу хп вживает кристалла из нужно отсюда отступать в п сейчас пойдут в контратаку есть шрайн сюда не хочется подходить здесь сатиры успевает мэджик обликануться на лоу хп копают санэйка санэйка под сайлансом санэйка продают но это самая выгодная продажа у мэджикала была егес конечно но отдавать его там совсем не хотелось потому что его могли забрать второй раз санкинг пошел без маны за баунти рунами не успеет и нам показывает фай 3 кап в пользу нави за малым преимуществом короче вывели все кулдауны заставили потратить блэк холл отличнейший сейф от зайца он просто спектр да он просто спектр дизрапшен в итоге блэк холл ушел считай в никуда остались иллюзии иллюзии продолжим домашние теперь еще проще блэк холла нет можно идти в наглую врываться вражеские леса гонять героев и вирту сам он прогоняет пангольер заставляет того иззать шрайн теста уровня что будем за это просто бешеный а это мой друг и дан мэджикал хорошо вырубается лучше так опять тонейка не так ну и без этого нормально там неважно нападение на дровку из дровки сейчас будет очень мощная иллюзия который будет пробивать самого рамзеса санкинг копает хороший блэкинг бар санкингу теперь будет тяжело как же больно рамзес за ним гонится спектр и иллюзии отрабатывают мэджикал отлично да роджер уже нет блэк холла роджеру больно роджера сейчас могут забрать да иллюзии спектра идут до конца и и и и роджер отпевает его ботлом спасают байбэк от draw рейнджер размен на санкинга но это конечно же все в пользу нави потому что темп ларка и спектра вырываются значит мне нравится как действует нави в этой игре у них так получается что саппорты и оффлайнер создают какую-то такую движуху что кором просто остается запрыгнуть нанести свой урон и на них нет контроля ну да ну уж а где мы реально покатываясь в интерверной отыгрывает роль танка пусть такого и сам удачного все время где-то встревает то что мы не так часто идем колдом брейс и мы не так часто видим интеркерс на другой стороны в него все отдали и остальные герои чувствуют себя посвободнее знаешь такой танк из картонных коробок который засыпает с одного удара но при этом он отманивает на себя там один выставка но при этом шару демон пока вообще помню столит эту игру то есть он слишком полезен он сейвит он делает иллюзии дровки иллюзии дровки дамажит носит кучу урона в замесе и он прям слишком хорош он под аркан руны смешно делает а наверняка возьмет за это тебе еще талант на вот он берет шатал поиск дэмэдж потом еще можно взять кулдаун редакшн и с аркан руны он мог бы накидать очень много я может просто всех убить там там пока бкб щеки длину пока вы в бочке долгие яд не супер полезен а куда там будет 5 секунд он реально может соло убивать дровку просто накидывает ультиме делать из нее иллюзии закидывать издалека ядом и дровка говорит прощай интересный выбор на темп ларке бабочка не самая обычная обычно собираются там бкб обществует фраг фраг сверху они фраг сверху они вот вот оппом да это жесть по словам чуть не хватает живет чуть-чуть совсем банишь не дает не дает раскрутиться и паша погибнет и опять фраг для кристаллайза вот насколько все круто делает зайц он постоянно оставляет дизрапшин на то чтобы сбить там тп или вот сейчас роллинг тандар видал как и глаз мы летом эти дни не прошли даром да 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 дима выпускал все фраги но теперь зато он видит все как трехглазый ворок ну в общем тяжелая ситуация в п то есть вот терпеть против спектры с мидосом это вообще последнее о чем они думали вот до чего может дойти игра ну да им придется терпеть против спектры с мидосом и надеяться ну пока нер только на нему то есть реально из переворотов возможно только как-то инигмы совершить переворота может быть там пангольер как-то закатится но пангольера тут проблема есть определенное виде винтер верны но шадоу демон и спектра это же полная контра дровки вообще они кидают ну да потом дровка спектр прыгает каунта и при этом такая неприятная ситуация что чем больше фармит дровка чем больше фармит морф тем сильнее и будущем будет шадо демон да тут прям вообще такая ультимативный расклад и на не нужно просто не ошибаться то есть вот начинается та самая игра где можно уже бегать все время где-то вчетвером и спектра подфармливает одна отпушивая иллюзиями тогда сложности что спектру не получится загангать она просто там где-нибудь стоит под вышку иллюзии кинул и уже нормально и других четырех героев сложно убить потому что спектра пролетит и будет драка 5 на 5 который виртуса сейчас послабее но от ганги ганги это надежда байт на баунте руну был отличный байт да байт был возможно не хотели убить героя под ним они готовы драться она едет она едет она въезжает винтерс керс никого нет винтерс керса нет потому что сонейка фокс и сонейка собирают но все убежали или нет идеальное место идеальное место для пангалера в общем ганги да вот ганги это надежда для в п особенно крутой ганги под баунте руну и тем не менее это всего-навсего два суппорта да ну шаду демона уже такой знаешь он но он богатый саппорт он прям уже да он прям уже в кора одевается у него 6900 у сонкинга 8400 они там очень близки хотя с другой стороны вот я смотрю на нигму вроде как тоже саппорт но там 9200 вообще ну да у роджера но это и нигма и нигма это такое исключение на суперкруто фармить самого начала хорошие сделали пиков у вп с другой стороны у нави остались все кулдауны разве что кроме хаунта видят роджера пробивают его есть когда будет избивают панга без ульта то есть надо надо врат панга без ульта как раз дайгер в аниму чтобы ее можно было видеть вот они бы сейчас подсвечено там очень скоро появится что-то демон он берега сделать телепорт и в паще побегут станкинг копает вич доктора отходит будет в врыв до врывается один удар делает получает дизарм грейвзы на соло на этот раз соло переживает этот удар ему главное чтобы его не шотнул с одного удара темплорасасин на щиток пути щиток чтоб броня была плюс подхил постоянно включен новый рекорд ну бабочка это немного необычно потому что обычно что мы ожидаем дэйдалус и блэкинг бар потому что фанта о темп ларка делает ограниченное количество ударов под рефракшен но при этом эти удары должны быть максимально сильными а бабочка не так работает я вообще жду блэкинг бара потому что представлю она конечно же может быть за месяц там что-то каски летают пангольер катается по ней там энигма да и нигма там со своим первым скиллом то есть вот как бы бабочка это круто бабочка это жадно ну перспективно наш еще я подумал все хотел добавить про скилл shadow демона 2 сегодня уже отмечали вот этот вот soul catcher который снимает 40 процентов от текущего хп если накинуть его когда все фуловые и быстро убить соперника но это как корабль кунки только наоборот фактически ты снимаешь кучу хп убиваешь соперника и все если не добил то хп восстанавливается на 40 процентов надо обязательно убивать я правда не уверен про 40 но там большая цифра ну круто когда ты играешь против вот так вот против ловкачей это веков это средне смотрится очень круто когда ты играешь против кентавра да и лепангольер вот лотный вот то есть кентавра сколько на дамбом 4 6 просто силы вот против него это реально круто смог очень опасный смог от вп они идут прямо по трапам находит мэджикала мэджикал успевает среагировать отходит и делать линкаут в идеальную позицию солнеча видно солнеча ставит сразу же вард спектра в позиции так вп такое ощущение что немножко не поняли кто у них будет цеплять героя которого они найдут на не были готовы каста пока летит она рефракшн тапаут вот ну наверное разве что и нигма ну да либо как-то не хочет не хочет спереди находиться очень так думаю не мы первые не хочет эти ну может быть на газ знаешь там пока вот это вот анимация идет пока героя колбасит но тяжело цеплять на самом деле вирту сам это правда здесь хотя бы есть близи который может первым ворваться смотри там деньги для сункинга сункинг увидел идолончиков поп-оп-оп очень много сункинг критый долончиков вид иллюзии сейчас он зафарм ой как хорошо как деньги деньги сок сок сочно да это приятный был бонус темпларка спектра все еще в топе по нетворсу морф дровка отстают ну дальше идет и нигма и пангольер с другой стороны в общем-то shadow демон по-моему на фармил и так сверх много какие милашки и долончики 12 зафармила темпларка 80 кинг не так много на самом деле 560 мы вчера смотрели знаешь забавную картину ну дима ты видел расскажу вам скелетики рейс кинга и алхимик это контра и алхимик забирает скелетиков рейс кинга получает за каждого 37 золота а потом они перерождаются и он еще раз забирает скелетиков рейс кинга это полная контрарь рейс кинга полнейшим там сумаил за один пак из 10 скелетов получил порядка 700 голды или 600 плюс magical забирает вышку снизу тем временем попытка зацепить зайц ну ну дизрапшин можно донизрапшин сингинг уже готовится облетать шикарный врыв от сингинга очень много урона но мек успевает проюзать морф прокатывается солнце очень больно он закинул каски солодь погибает спектра пытается зафокусить шаду дима но он невероятно прочный шаду дима рассказ на рамзеса взрывается ловушка рода очень хочет притонуть на виверна рядом в интерскерс пошел и роджер не может раскастоваться очень много урона наносит по своему же собственному пангольеру дается саунд минус моментальный минус по роджеру чтобы он не дал ничего рамзес хочет использовать пику что-нибудь но у него ничего нет мэджика прыгает дальше прямо на страйне забирает пангольера остается один только нунчик но он против всех забирает близи дабл килл превращается в сингинг и пытается идти но ману 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 шагает спектру пошел пангольер но слишком рискованно спектра и темп вораста себе намного сильнее нужна медленно поддержка телепортируется ввд и спектра сразу же убегает иллюзия работает у морфлинга остается очень мало мана и рашан все еще стоит и нам нужно просто перегруппироваться они идеально подрались не совсем я понял этот врыв от паши то есть только что-то покатился он такой катится катится команда идет медленно и команда еще оказалась невыгодной позиции был идеальнейший момент для санкинга просто идеальнейший там какой-то стрик но у вас бил судя по количеству золота ой-ой-ой-ой находит но это минус таких таки не уходит вот как же неприятно играть вич-доктору против темп ларки или какому-то герою который не может инста повесить дизейбл его каски летят слишком долго ну да как же неприятно отыграть саппортом в такой стадии когда не успел дофармить госкептер просто нет госкептера нельзя его нажать там лет форстаф и нельзя себя вытолкнуть и он просто превращается в форм для хора самая тревожная новость для вп ну лично мне так кажется что драка происходит кого-то фокусе там может быть даже мэджикала пока у него нет блэкинг бара удается пробить но кристаллайзу вообще он просто бегает и он смотрит кого бы ему убить ему по моему эбисла какого-то не хватает чтобы просто держать цель на месте но чтобы его просто или там были близки к тому чтобы его забрать такого вообще нет и это спектр еще не в своей финальной форме ничток убил знаешь приятного там собирается он собирается через за без чисто убийца дровки то есть понятное дело что ну или там дефут диффуз допустим ну был короче без пола запахи теперь где пришел скади это чисто бил чтобы убить дровку ну да просто прилетел сел на нее там начинаешь ее замедлять замедляешь тычками со скади и ей очень трудно убежать от спектры почти нереально то есть до этого там был блэкинг бара нельзя было диффузом замедлить но был shadow demon а теперь еще и скади и она вообще не да 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 и дровка просто весь за место один момент походу будет убегать там единственный такой тонкий момент спектре нужно все время нажимать манту на газ и и толкнули он нажимает на газ на манту и сразу же загоняет ровка очень интересный смог втроем довольно неожиданно и причем без какого-то шанса забрать баунтируны просто выход в надежде увидели по-моему увидели что в shadow амулете стоит enigma нет нет не увидели не увидели 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 enigma но enigma скрывается роджер здесь переиграл очень хорошая присомка у роджера он может задать считать у нас нет он показался он показал может быть очень опасно ты это вас появляли яйцо залучил он бы мог сыграть в ниндзю а сыграл в могилу собственно тех похоже на конец слов на 3 вручку на это не конец 3 игра будет в лучшем случае но он превращается в санкинга соло все уже соло наиграл в интерскерс еще по дровке в интерскерс морф напиливает по своему же собственному герою кристаллайз прям по стир 4 заходит пошла снг дотка кристаллайз отступает тем временем magical зарубил пангольера байбеков нет я уже готов садиться на стул ну да без enigma вообще ничего ловить enigma это вообще единственный шанс вирту слов как-то переворачивать за место но мы видим как хорошо играет на тос и интер мы прекрасно понимаем что с таким количеством контроля без бакинг-бара очень трудно сделать что-либо посмотрите на эти иллюзии они просто убьют варфа сейчас джей заяц великолепный друг пакет кыргызская двоечка отработала в этой игре по полной унизили верхнюю линию рамзесу очень больно тут просто падают бараки медленно но верно magical бьет по милейшему снг он пошел блэк холл и нет винтерс кирсу но забрали только темпл рассасин у которой у которой есть аегис кристаллайз впитывает по полной у него есть сыр съедает сыр в этот момент уже погибла enigma пангольера все еще нет взрывают санкинга но также падает соулч он выкупается но он пытается уйти на фонтан рамзес еле живой отступает и падает верхняя линия хорошо лучше вот здесь на тусвинцев сыграли прям бодренько прям уверенно красиво четко просто нереальный импакт от шаду демона огромнейший импакт от эмпла рассасина которая раздела марфа в миде и нунчик по моему последние тому первые 20 минут он просто бегал пытался найти хоть где-то фарм но его везде прогоняли и в итоге за счет того что вырубили нунчика дальше пошел такой дикий сноубол а как марфу возвращаться в игру без но это не тот но это хороший вопрос армит это очень хороший вопрос как ему в игру возвращаться и он он ушел на топ но magical пришел за ним туда на топ и опять нова ничего не мог сделать причем да вот нам показывают вот такой редко о боже куда он скатился скатился вниз скатился куда-то вниз такое не часто увидишь на короля чтобы такое отставание было довольно серьезное но тем не менее да андрей негодует я не знаю что же сказать третья карта там же все было настроено сейчас роджера могут на это опытный человек роджер не нашли его за счет ноги же нет зато нашли вот этого молодого человека иллюзии спектра его убили ну помог немного там я чуть нет нет живет живет лечи 400 нормально все на нем не можно все минуты молчания да солодча разорвала 5 стаков я да вот этот вот талант наверняка который взял за это левую ветку на минус и 5 1 на 5 секунды кулдауна кристалла из пошел и тюмейт покатился пангальер санкинг успевает поднять себя в юл но спектра вгрызается в дровку и дровка ничего не может делать санкинга можно можно попробовать размять его санкинг отличный фраг для пангальера байбэк от дрорейнджер который все-таки растил за растерзала спектра кристалла из пытается вернуться к нему падают сказки но но он вообще ничего не может сделать перекачкой не с перекачкой ггвп ггвп от солодча это значит что будет третья карта да вот это navi вот это они включились причем после такой первой игры я ждал всего чего угодно очень жадный драфт но каким-то образом спектра с мидасом разрушила вирту спорта спектра с мидасом захватила инициативу вот ну крутая карта получилась на самом деле как то тоже однокалиточно только теперь в пользу navi мы надеемся что на третьей карте будет такая обоюдная борьба в п прям с самого начала потеряли инициативу я даже не помню был ли момент когда они вот вели в этой игре особо нет я могу сказать что мид поигрывать нельзя мы уже много раз видели темпл рассасе на много раз раздевал в миде там алхимиков морфов и на мой взгляд мид нужно иметь прочный уверенный крепкий насколько крепкий насколько крепка наша аналитика да ребят да все верно очень хороший переход дмитрий мой вам респект летит за это на самом деле я видел уже такой сценарий он имел место на прошедшем мажоре друзья если вы его смотрели то все прекрасно понимаете 12 карт из 12 возможных там было сыграно в предпоследний день плей-офф стадии здесь 9 карт из 9 мы с вами будем смотреть ну а почему бы и нет собственно все только рады ну возможно не все 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 рады друзья мы то уж точно давайте разберемся что к чему мы предполагали что у нави вообще не должно сложиться срастись что-либо по этой игре ты знаешь проблема получилась в том что как-то так вы сыграли что получилось что у них драфт гораздо важнее чем у нави и когда в ситуации когда у вас спектра выходит топ-1 и творца с мидасом а вот основная проблема в том что вот ее преследователи да это были дровка и нигма это два героя против которых она реально хороша то есть не морф там преуспанга а вот именно дровка и нигма которых она в итоге и резала вот это была основная проблема то есть ну все с мидом началось вот мид получается стал очень большой проблемой для в.п. посчитал наверно ну что может хорошо поставить против этого парня но маджика в очередной раз показывает что способен этом герою уничтожать апостола апостола в миде скажем так если но ван апостол не дату ну да там вся команда апостола слушать на самом деле вот по поводу центральной линии я просто даже не припомню когда последний раз смотрел такой матч с участием команды виртус про чтоб нова настолько проиграл центр то есть ну я я как бы не знаю насколько однозначно можно сказать что ему там на этом персонаже сложно стоять против темп ларки возможно так оно и есть но чтоб так все плохо было и вот тут мэджикал кстати очень красиво сыграл ну ты знаешь команды в поэта не та команда которая будет после такого ошибаться то есть они быстро учатся в плане знаний по стильнее ну какой герой сильнее против какого и и теперь я думаю они точно не запустят ситуации когда вот морф вот настолько сильно проиграет темп ларки честно говоря я не пересматривал супер детально этот момент но но ван этот тот парень который на центральному коридору доверять можно если он проиграл на морфе вот так вот нужно отдать должное конечно мэджикова но и судя посему этот матча просто крайне пол для морфа вот и enigma панга вообще ничего не добились против спектры верно это линия славы и shadow demon не самый сильный саппорт и как-то 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 нужно было им все это обыграть вот я сейчас вот я думаю как как это можно было в общем обыграть я думаю здесь все лавры мэджикалу в плане сопротивления миде потому что ты его вроде как сигнатурный герой и наверно произошла небольшая недооценка час будет все нормально в итоге слишком сильно переласхителю мэджикова нована прям первых минут и мбк случился в игру в целом но слишком большое получился вышла темп ларка и спектра тоже за счет того что отсутствует это вот в п звено в миде по игре тоже слишком просто расформилась тут мидас первым айтемом на спектре и который не мешает ей фармить не мешает ей подключаться к игре потому что не нужно было это просто афк фарм спектра выигрывает закономерно в доту ну я же говорю тут больше проблем еще в том что вот героя которых было много у поэта вот дровка enigma они спектре ничего не делают вот если как-то по-другому я думаю как по-другому можно фарм поделить чтобы такого не было что во первых и спектра не было такой большой то есть морф с тембаркой виде по идее ничего не сделать большая промашка с наверно все таки проблемы либо в морфе либо в пангольере но если так задуматься то вот этот пангольер enigma жадно морф миде который проигрывает жадно дровка жадно четыре таких четыре жадности получается в то время как у нави получается что демонстинг кинг это неожиданно у них три за счет этого получается нави взяли инициативу кроме того виртус про такие коры все-таки за которых не так просто по фарму в игру вернуться будет ладно дровка допустим она еще там может хорошо подобивать и дорогостоящих крипов но вот морфлин комментаторы справедливо отметили я считаю ему непонятно как в игру то возвращаться не так часто нам приходится видеть проигрывающих по игре морфов который потом еще игру и выигрывают то есть такое не происходит как правило ну значит мне кажется наверное нужно было бы поделать что-то примерно что делали гамбит то есть а именно отправлять триплук к спектре то есть это допустим ты идешь туда enigma вич докторов дровкой против спектры виверной и совершенно демон придет по идее не страшно по идее вот это его триплой ты бьешь тебя проигрывает саммит с этим ничего не сделаешь ну кстати надо просто смириться игрку пангольер по идее против санкинга ему тоже тяжело но он берет свое но по крайней мере твое распределение денег будет хорошее то есть у спектры будет мало возможно от этого ты можешь как-то сыграть потому что то что у санкинга по итогу было немного денег но какая разница он как бы прыгнул копнув там прыгнула темп ларка кого-то убила или спектра вот то есть тут как бы лучше делать богатого санкинга врага чем богатую спектру потому что богатая спектра здесь просто обратите внимание на херу дэмэдж кстати насколько больше у нами это не самая нормальная ситуация